Поставьте, пожалуйста, огонек, слышно ли меня? Сегодня меня будет не видно. По ряду личных обстоятельств так получилось, что лучше сегодня не включать веб-камеру и не пугать. Но я думаю, что это не самое страшное. Главное, что видно презентацию и слышно голос. Итак, тема нашего сегодняшнего вебинара – это инструменты для создания видеопрезентации и буктрейлеров. Поговорим сегодня, наверное, о самом серьезном, на мой взгляд, жанре, о самом трудозатратном – это о создании видеороликов. Посмотрим, какие существуют инструменты, программы. Может быть, у вас есть какой-то свой личный опыт в создании видео. Тогда, пожалуйста, в чате можете присылать комментарии, дополнения, примечания и тому подобную информацию. Если вам нужна эта презентация, ее можно скачать. Здесь вверху найдете значок с изображением странички. Нажав на него, можно скачать презентацию, если она вам необходима. Но там внутри очень много полезных ссылок, поэтому, я думаю, лишней она для вас не будет. Итак, почему же видео, почему такой большой интерес за последние годы? Создается огромное количество видеороликов, ну просто огромное. Не только учебных, развлекательных, библиотечных, да, каких угодно. Более того, в библиотеках, в учебных заведениях создаются видеостудии, где тоже записывается огромное количество видеоконтента, и слайд-шоу, и громкие чтения, и видеоспектакли, видеолекции, буктрейлеры, и многое-многое другое. Форматов у видео действительно много, но все мы, конечно, не охватим, но самые распространенные, которые чаще всего встречаются в библиотечной учебной практике, о них поговорим. Так вот, почему же все-таки видео? Ну, с точки зрения науки, при восприятии видео задействуется почти 60% информации, и она остается в памяти. Пользователь не только слышит, но и видит происходящее, задействованные зрения и слух, и поэтому видео в учебной практике считается довольно эффективным инструментом. Второе преимущество видеороликов, то, что их можно просматривать сейчас не только на стационарных компьютерах, но и на мобильных устройствах. Мы все знаем, что обучение сейчас не только существует из браузера, но и в мобильном телефоне, в смартфоне. Поэтому просматривать видеоролики можно в любое удобное время, и не обязательно сидя за компьютером. В этом тоже их большое преимущество. Ну и, естественно, они быстрее распространяются в социальных сетях, приобретают большую популярность. Вы знаете о существовании многих-многих социальных сетей, которые базируются на создании видеороликов. В общем, перечислять достоинства видео можно бесконечно. Но вот создать качественное учебное или библиотечное видео – это, конечно, та еще задача. В формате видео, применительно к учебе и применительно к библиотечной практике, можно вот такие вот варианты набросать. Может быть, вы что-то еще свое добавите. Какое видео вы еще снимали, кроме вот этого? Но самый простой вариант – это взять готовую презентацию, перевести ее в формат видео. Можно создавать инструкции, рекламные ролики, приглашать, например, на мероприятия в библиотеку, рассказывать о книге, в том числе создавать буктрейлеры, создавать виртуальные экскурсии по библиотеке, по учебному заведению, по городу, в котором мы живем. Можно организовать совместную или творческую, проектную деятельность, как угодно, какую-то творческую работу, где участники будут создавать свои видеоролики. Ну вот, в частности, организуются видеостудии, где ученики или читатели учатся снимать видео, обрабатывать его, монтировать и так далее. Даже виртуальную выставку можно перевести в видеоформат, например, в формате слайд-шоу, рассказывать о новинках, о поступающих в библиотеку. То есть список тут можно довольно длинный составить. Если говорить уже так, более серьезно, на что стоит обратить внимание перед тем, как создавать видеоролик, вот, пожалуйста, требования к учебному видео, которое применяется в учебных заведениях. Ну, в принципе, к библиотечным его тоже можно пристроить. Но видео, конечно, должно решать цели и задачи, которые оно перед собой ставит. Желательно, чтобы там была информация в достаточном объеме. То есть тут и, в общем, ее должно быть достаточно, чтобы пользователь понял тему видеоролика. С другой стороны, не должно быть перегруза. Все мы сталкиваемся с видеороликами, наверняка видели длинные, долгоиграющие видео, там по 20-30 минут, от которых мы уже устаем и хотим их поскорее выключить. Так вот тоже не надо. Хорошо, потому что к этому видеоролику был доступ с разных устройств, чтобы оно было опубликовано в интернете, допустим, на Ютубе или на каких-то других хостингах, платформах, чтобы его могли посмотреть желающие. Лучшее видео – это видео неформальное. Даже если вы читаете лекцию какую-то, то лучше, чтобы это воспринималось на слух, и чтобы это было более интересно рассказано, нежно просто перечитывание учебника. Качество видеоролика – тоже немаловажная вещь. Мы с большим удовольствием будем смотреть хорошее видео в хорошем качестве, где все хорошо читается, и все объекты различимы на экране. Что касается продолжительности видео, тут разные пользователи спорят, разные исследователи называют разные цифры, но в целом где-то ориентируемся, на мой взгляд, минут на 10-12. Вот это как раз оптимальный случай, когда пользователь еще не устанет от просмотра видеоролика, ну и сохранит интерес к теме. Ну и отдельным пунктом нашего плана я бы хотела выделить авторское право, которое касается изображений, аудио и видеоматериалов, которые мы добавляем в свои видеоролики. Про авторское право тоже поговорим, это важная достаточно тема. В общих чертах я вам подскажу, как можно создавать видео с учетом авторских прав. Несколько полезных ссылочек тоже будет у нас по ходу. Итак, ну давайте уже непосредственно к практике перейдем. Начнем мы с формата видеолекций. В основе видеолекций, как правило, лежит какая-то презентация, слайды, которые автоматически меняются на экране, и в это время их озвучивает голос. Это может быть разный вид видеолекций. Например, самый простой – это голос за кадром. Когда мы записываем озвучку к нашим слайдам, и вот таким образом создаем видеолекцию. Второй вариант – это когда мы подключаем веб-камеру и начинаем немножко очеловечивать наш видеоролик. То есть видно не только сами слайды, но и человека, который их комментирует. Вот такой режим называют еще иногда «говорящая голова». Вот как режим вебинаров с веб-камерой. Ну и третий вариант, самый сложный – это с подключением видеокамеры и всего, что с этим связано. То есть выставляем свет, человек-лектор присутствует у нас, мы его снимаем на видеокамеру, может быть, с разных точек. Параллельно у нас есть и слайды, которые он комментирует, а потом на монтаже мы все это вместе соединяем в одну общую дорожку. Вот это достаточно уже сложный, трудоемкий процесс, это уже такой более профессиональный подход. Но если вам нужна лекция как раз с элементами драматизации, там вот с показом жестов и тому подобное, то придется такой вариант брать. Ну а так самый простой вариант – это, конечно, голос за кадром, с него и начнем. Ну, для начала, перед тем, как искать какие-то новые решения, я всегда считаю, что нужно заглянуть в свой собственный компьютер и посмотреть, что там есть, и использовать для начала вот какой-то из инструментариев, который уже присутствует на компьютере. Чтобы не осваивать что-то новое, можно вспомнить о хорошо забытом старом. Ну, например, видеолекцию можно создавать с помощью PowerPoint, тем более, что это, что называется, не отходя далеко. У нас есть презентация, созданная в PowerPoint, и нам остается ее только озвучить. Озвучка здесь происходит двумя способами. Вариант один чуть-чуть потрудозатратнее, и вариант два чуть-чуть попроще. Ну, давайте с первого начнем. Если у нас уже есть запись лектора, ну, человека, который выступает, спикера, уже какие-то аудиофайлы записаны на компьютер, мы можем взять презентацию и к каждому слайду прикрепить кусочек озвучки этого лектора. И таким образом, вот в итоге у нас получится к каждому слайду прикреплен вот такой вот аудиофайл. Вот он будет отображаться в виде вот такого значка. Делается это через меню «Вставка». Выбираем аудиофайл. Дополнительно здесь можно настроить его громкость, можно даже немножко подрезать. Это аудио. Можно аудио сделать, чтобы был один большой, одна большая речь на все слайды, либо порезать на маленькие кусочки и к каждому слайду прикрепить свой фрагмент озвучки. Это будет первый этап. На втором этапе нам нужно сделать так, чтобы слайды теперь менялись и озвучка совпала с перелистыванием этих самых слайдов. Настраивается озвучка в разделе «Анимация», а точнее вот эта вот штучка области анимации включается. С правой стороны появляется список аудио, прикрепленных к этому слайду. Ну вот у меня такой MP3 здесь прикреплен. Дальше по нему щелкаем, открывается вот такое окошко, в котором мы можем настраивать время появления озвучки, когда она должна включаться. Сначала, прям вот как слайд появился, сразу пошла озвучка, либо с какого-то времени определенного. Когда она должна заканчиваться? После текущего слайда, то есть слайд закончился, озвучка на этом закончилась, перелистнулся слайд и началась новая история. Либо, если у нас большой по продолжительности аудиофайл, мы выставляем сюда последний слайд, номер последнего слайда, и тогда она у нас автоматом будет на все слайды распространяться, наш аудиофайл. Обязательно сохраняем это все. Ну и осталось последнее здесь, это настроить перелистывание слайдов автоматом. В разделе, связанном с переходами слайдов, находим опцию смены слайдов, выставляем у каждого слайда свою длительность. Ну, это делается вручную, естественно. Выставляем галочку после, а дальше здесь выставляем. Допустим, 5 секунд. Через 5 секунд слайд перевернется. Тут подгоняем под озвучку. Если у нас озвучка длится, допустим, 4 секунды, то на пятой секунде слайд надо перелистнуть. Ну и, соответственно, если у нас озвучка 10 секунд, то перелистываем на 11. Обязательно после того, как мы все это настроили и проверили, надо запустить презентацию, вот чтобы она перед нами в режиме автоматическом перелистывалась, проигрывалась, и мы все послушали, чтобы файлы друг на друга не наезжали, чтобы там не съедалось что-нибудь. Может быть, придется перенастроить это все. Ну, в общем, довольно трудоемкий процесс на самом деле. Но, собственно, за ток слайдом вы можете прикрепить неограниченное количество аудио. Вы можете и фоновую музыку туда добавить, например, для оттуража. Главное все это настроить, чтобы оно заиграло в нужный момент. После того, как мы все это настроили, и все это у нас будет работать, после этого останется это все сохранить. Начиная с версии Windows Office 2010, есть такая опция «Создать видео». Поскольку сейчас десятка у всех стоит, это не проблема. Выбираем раздел «Файл», меню «Файл», дальше «Сохранить и отправить» и выбираем «Создать видео». Вот этот вариант. А дальше ждем, когда программа сконвертирует файл. Он будет довольно тяжеленький, потому что здесь формат будет такой. Зато довольно качественно все получается. С готовым файлом мы уже можем выступать в мероприятии, опубликовать его на YouTube, делиться в социальных сетях. В общем, все, что захотим, с ним можно сделать. Другой вариант немножко попроще. Этот вариант можно найти в разделе «Показ слайдов». Это тоже версия PowerPoint, начиная с 2007 года, офисный вариант. Он во всех программках есть. Итак, через «Показ слайдов» выходим в меню «Запись показа слайдов». Открываются вот наши все слайдики. Мы выставляем две галочки. Время показа слайдов и речевое сопровождение. Далее нажимаем на кнопку «Начать запись». Ну а дальше запускаем в обычном демонстрационном режиме нашу презентацию и начитываем текст. Озвучиваем слайд и листаем, и озвучиваем. Все в режиме реального времени. Получается довольно быстро. Тут не надо ничего уже настраивать. Все автоматом происходит. На выходе мы получаем уже готовую презентацию. Там мы увидим, что на каждом слайдике появится значок с рупором. Значит, что озвучка есть, присутствует. Ну и опять-таки возвращаемся все к тому же. Сохраняем, как и видеоролик. Через меню «Файл» — «Создать видео». Это немножко побыстрее и попроще будет, на мой взгляд. Я как раз вторым вариантом чаще всего и пользуюсь. Это удобно, потому что вы не привязаны к интернету. Если, например, использовать разные программы для записи, иногда могут возникать проблемы со звуком, например, если недостаточно большая скорость у интернета. Ну, разные другие могут быть недостатки. А вот здесь все, что называется, дешевые сертида. То есть все под рукой, все без привязки к интернету, и все сохраняется на компьютер в хорошем качестве. Ну, это не все, конечно же. Есть еще разные другие инструменты. Если PowerPoint по каким-то причинам вам не шибко нравится, то можно попробовать другой вариант. Программа, точнее не программа, а онлайн-сервис. То есть устанавливать ничего не надо, она работает в браузере. Вам достаточно открыть и начать запись. Сервис называется «Презентиом». Ну, из названия понятно, что он ориентирован на озвучивание презентаций. Ориентируется он на голос за кадром. То есть веб-камеры здесь нет, но зато вы можете записать неограниченное количество видеороликов продолжительностью до 30 минут. Вот, в бесплатном тарифе. Ну, вот примерчик я в чат вам отправила. Давайте посмотрим. Работать здесь предельно просто. Все примерно так же, как в PowerPoint я описывала. Последний вариант. Здесь все то же самое. Ну, во-первых, для начала загружаем файл, который будем озвучивать. Желательно закачивать его в формате PDF по двум причинам. Ну, первая причина сейчас на экране. Вот она. Иногда, если у нас какой-то красивый шрифт, он при форматировании может уезжать и превращаться в стандартный ареал, например. Ну, и так это и случилось. Вот часть надписи съехала вниз и теперь не читается. Поэтому лучше, чтобы ваша презентация была в формате PDF, и тогда со шрифтом ничего не случится. Более того, сервис рассказывает о том, что в формате PowerPoint можно загрузить только три презентации, и все. А вот в формате PDF их можно закачивать неограниченное количество. Ну, раз сервис так советует, то так и сделаем. Через кнопочку плюс мы будем закачивать. Тут главное не увлечься. Презентация все-таки не бесконечный процесс. Очень тяжелый, там сто и больше слайдов, лучше не пробовать. Ну, вот оптимальный стандартный презентацию. Сколько у нас там, 20 слайдов, может быть, на полчасика. Вполне достаточный вариант. Загружаем. Далее сервис нам предлагает разные возможности, что можно со всем этим сделать. Здесь есть возможность просто загрузить отдельные фотографии и озвучивать эти картинки за кадром. Есть вариант белая доска. То есть будет такая виртуальная доска, на которой вы будете рисовать и все это проговаривать. Это для художников. Наш вариант вот этот, in-person presentation, презентация для людей. Выбираем этот вариант, ну и дальше переходим непосредственно к записи. Нам нужно подключить микрофон и выбрать вариант, который называется slide by slide. Ну, то есть озвучивание слайда за слайдом. Есть вот этот вариант, presentation to an audience, но это вариант, если вы одновременно выступаете где-то и записываетесь. Ну, такое я редко видела, поэтому вот это наш случай, slide by slide. Ну и далее проверяем. Нужно разрешить доступ к микрофону, ну, как обычно, если вы записывали, то знаете, как это бывает. Ну и дальше тут всего несколько кнопочек, которые помогают нам сориентироваться. Во-первых, здесь есть такая хорошая опция, называется speaker notes. Ну, то же самое есть в PowerPoint, там внизу заметки спикера или заметки выступающего. Здесь они тоже есть. Можно вот здесь, вот в белом этом чистом поле, написать текст, который вы будете читать с экрана. Если не нужно, то оставляем в белом, читаем с листа. В конце концов, здесь не видно, поскольку веб-камеры нет. Но, так или иначе, опция присутствует. Как все происходит? В красной рамочке слайд, который вы в данный момент будете озвучивать. Чтобы перейти к новому слайду, просто щелкаем, прокручиваем мышкой и щелкаем. Они будут меняться. Ну, а мы нажимаем на кнопку record и приступаем к звукозаписи. Точно так же все пролистали, все озвучили, нажали на кнопочку сохранить. Переходим непосредственно к просмотру того, что у нас получилось. Вот так выглядит просмотр. Здесь есть кнопочка внизу share и embed поделиться. Здесь можно получить ссылку и код, чтобы встроить готовую нашу видеолекцию на сайт или в блог. К сожалению, в бесплатном тарифе одно единственное ограничение – скачивать нельзя. Это будет сохранено на сайте сервиса. Вы можете без ограничений вставлять на сайт и в блоге. Но вот на компьютер загрузить, к сожалению, не получится. В целом, очень неплохой вариант. Если по каким-то причинам офисные программы нам недоступны, а нужно быстро, просто сделать звукозапись, то вот, пожалуйста, вполне хороший инструмент для этого. Вариант с веб-камерой. Если мы хотим подключить веб-камеру и попробовать в режиме говорящей головы поозвучивать, то вот вариант называется Novio. К сожалению, у него побольше ограничений. И самое грустное ограничение – то, что он позволяет записывать только три презентации, общая продолжительность которых не должна превышать 30 минут. Ну, то есть примерно, если все три будем использовать, то по 10 минут на каждую. Вот, к сожалению. Но все равно он примерно такой же по устройству. Единственная разница – то, что мы здесь подключаем веб-камеру. Точно так же загружается в формате .pdf файл, который будем озвучивать. Выбираем опцию Record, звукозапись. Подключаем веб-камеру и микрофон. Вот здесь, в этом уголке, будет изображение с веб-камеры. Ее можно отключить, она здесь не обязательно. Вот, в данном случае она отключена. Точно так же микрофон. Если он подключен, и с ним все хорошо, значок с изображением микрофона станет зеленым, активным. На него можно будет нажимать, чтобы стартовать запись. Слайды у нас расположены с левой стороны. Чтобы их озвучивать, щелкаем их по одному. Тот, который мы озвучиваем в данный момент, будет находиться в центре. Далее, здесь тоже есть кнопочки и поле вот это белое, где можно записки спикера разместить и читать прямо с экрана, если нужно. И, в общем-то, все то же самое в таком же формате работает. Жаль, что не находится в интернете. Это единственная запись, которую я нашла, сделанная с помощью этого сервиса. Ну, в общем, в теории это все достаточно просто, но и на практике тоже. Потому что создатели сказали, что у них сервис ориентирован на новичков. Для тех, кто только впервые начинает этим заниматься. Поэтому в нем все достаточно просто. После того, как запись будет завершена, нажимаем на кнопочку стоп. Это же самое, на этом месте будет уже стоп. Нажимаем на нее и сохраняем нашу запись. На выходе. Можно получить ссылку, можно получить код. И можно скачать на компьютер. Правда, качество будет не самое лучшее. Если мы будем делиться кодом и ссылкой, то качество будет получше. 720. Если будем скачивать, то качество ухудшается до 360. Но если это не проблема, то, пожалуйста, мы сохраняем на компьютер, а дальше можем использовать по своему усмотрению. В целом, тоже нормальный инструмент. Он уже довольно долго работает. И ничего, слава богу, с ним не происходит. Можно использовать, но для очень небольших видеозаписей. Вот. Единственное. Это что касается озвученных презентаций. Давайте теперь посмотрим на создание скринкастов. Ну, они в чем-то между собой перекликаются, что-то общее между ними есть. Скринкаст от английского экрана. Запись – это запись происходящего на экране компьютера. И, по ходу, мы можем добавить туда свои аудиокомментарии. Можно подключить иногда веб-камеру и комментировать в режиме говорящей головы. Ну, по сути, как это может пригодиться в практике. Ну, например, в библиотеке создаем инструкцию по работе с электронным каталогом. То есть на экране показываем, как искать в каталоге, как вводить запросы, там, я не знаю, как открывать, что там еще, список, который предложил компьютер из источников, как заказывать литературу на основе этого каталога. Ну, в общем, можно много идей накидать, что касается библиотеки. В школе тоже часто используются скринкасты, особенно в обучении информационным технологиям, когда рассказывают, как работать в программе, на какие кнопочки нажимать и тому подобные вещи. Ну, вы, наверняка, сами такие видели видеоролики. Они сейчас очень популярны как раз в режиме скринкастов. Скринкаст может быть немой, то есть просто какая-то музыка, а дальше мы следим за мышкой, которая там нажимает и смотрим. Но это не так интересно. Интереснее, конечно же, чтобы это было все с озвучкой, но и в хорошем качестве тоже. Давайте посмотрим, что у нас есть из хорошего качества с озвучкой. Первый вариант, он уже давно, недавненько существует, этот сервис, и до сих пор не утратил популярность, он даже обновил свой интерфейс, стало еще интереснее. Это скринкаст о Матик. Это сервис, который работает в режиме онлайн-записи. Единственное, что он попросит, когда вы впервые с ним столкнетесь, он попросит скачать небольшой плагин, который дает доступ к рабочему столу. И сразу же автоматом, после того, как вы скачали плагин, тут же предложат сделать запись. Здесь тоже все просто. Вот это вот окошечко нам предлагается захват вот этой части экрана. Если оно у нас слишком большое, мы уменьшаем, потянув за уголки. Если слишком маленькое, растягиваем в другую сторону, потянув за уголки. Дальше. Здесь три режима записи. Запись просто происходящего на экране. Запись с веб-камеры, то есть экрана будет не видно, будете видны вы на веб-камере. И два варианта, и тот, и другой, два в одном. То есть вы будете в уголке в окошечке, и по центру будет экран непосредственно. Проверяем, чтобы подключился микрофон, чтобы подключился звук веб-камеры, чтобы все здесь было. Запись ведется в хорошем качестве 720 на выходе. Что мы получаем? Мы можем скачать этот ролик себе на компьютер, использовать его по своему назначению. Единственное, что в конце этого видеоролика будет водяной знак со скринкастом. Но это нормальная практика. Все сервисы именно так себя и рекламируют. Для бесплатного тарифа длительность звукозаписи не должна превышать 15 минут. Ну, в общем, нормально, можно, собственно говоря, здесь работать. Это все очень быстро и просто, самое главное. Нажимаем на кнопку REC, RECORD. Ну, а дальше начинаем работать с экраном. Мы можем записывать именно свой рабочий стол, можем открыть вкладку из интернета любую и работать в браузере. В общем, все, что происходит у вас на экране, все будет записано. Параллельно это, конечно, все озвучиваем. После того, как мы сделали звукозапись, сервис нам предложит ее редактировать. Но при моей попытке отредактировать что-либо, мне тут же предложили подписаться на платный тариф. Естественно, вот этот вот апгрейд мне не нужен. Что здесь из бесплатного осталось? Это возможность добавить фоновую музыку к вашему скринкасту. Для этого заходим в раздел редактирования, открываем видеоролик. И вот здесь есть такой значок с изображением нотки. Это единственная активная кнопка, которую я здесь обнаружила для редактирования. Она открывает список треков. Здесь их по разным категориям около 50 бесплатных. В каждой категории первые 2-3 это будут бесплатные, которые можно взять. И добавите как фоновое сопровождение вашему голосу. В платном тарифе, естественно, там есть функции редактирования, обрезки и тому подобное. Даже можно звук там немножко увеличить, уменьшить и так далее. Но, к сожалению, в бесплатном здесь такой стандартный набор. Но, может быть, это и не обязательно совсем. Если мы с первого дубля все хорошо записали, добавили музыку, ну и ролик готов. Быстро и просто. Если же мы хотим скринкасты поставить на широкую ногу, что называется, и создавать их много, часто, то онлайн-сервисами тут, наверное, не обойдешься. Здесь уже нужна какая-то специальная программа для этого. На компьютере установлена вот эта программа. Называется она iSpring FreeCam. Это очень простая и бесплатная программа для записи видео с экрана. Она работает примерно так же, как предыдущий вариант. Вы ее скачиваете на компьютер, устанавливаете там буквально несколько минут, и все готово. Точно так же определяем размеры окна, которые будем записывать. Нажимаем на кнопку «Record» и начинаем запись. Готовым видеороликом мы можем делать все, что угодно. Можно его скачать, можно тут же загрузить на YouTube, таким образом распространить. И плюс еще здесь есть встроенный редактор. Можно эту запись нашу немножко отредактировать. Давайте покажу, как. Допустим, я какой-то видеоролик записала. Вот он у меня. Тут какие-то слайды. Здесь у меня звуковая дорожка. А из «Принфрикам» помогает здесь обрезать ненужные фрагменты. Ну вот, мышкой выделяем ненужный фрагмент, правой клавишей мыши щелкаем и урезаем. И сначала из конца, из середины, где угодно. Плюс дополнительные есть инструменты для того, чтобы немножко поработать со звуком. Здесь его можно, допустим, подкорректировать, например, удалить шум, настроить громкость. Более того, здесь можно настроить эффект нарастания, затухания, чтобы все было красиво и интересно. А вы знаете, у меня есть принт без водяного знака. Вот я сколько раз записывала аудио. Вот вам примерчик про северного оленя. Там что-то водяных знаков я не обнаружила. Надо проверить. Я что-то нигде не видела про водяных знаков. Ну и на выходе мы скачиваем это в хорошем качестве, в хорошем разрешении. Проводяные знаки надо уточнить. Может быть, это их последняя фишка. Как я этим пользовалась? Ну, скринкаст, естественно, записывала. Плюс у меня еще была такая версия. Вот я про северного оленя сейчас ссылочку кинула. Была такая история, когда я создала видеоролик в одном из сервисов. Но он там должен был храниться только 30 дней. А потом стирался автоматически. И скачать его вообще никак было нельзя. Но тогда я воспользовалась скринкастом. Запустила видеоролик на экране и сняла прямо с экрана эту версию. Вот что у меня получилось. Ссылка перед вами. Это я с фрикамом снимала. Там, по-моему, водяных знаков вроде как не обнаружили. Ну, опять-таки, это все надо уточнять. Я по своей программе посмотрела. Все хорошо. Я и обрадовалась. Ну, в общем, неплохой инструмент. Главное, бесплатный. Ограничений здесь нет ни по длительности, ни по количеству создаваемых работ. Можно использовать в своей работе. Взять на вооружение. Еще один формат. Уже более такой популярный. Это формат слайдшоу. Когда мы берем за основу какие-то фотографии, небольшие, маленькие фрагменты видео. И делаем из них, по сути, презентацию с перелистывающимися слайдами автоматически под какую-то красивую музыку. Получаем мы слайдшоу. Его можно тоже озвучить, какой-то там голос пустить за кадром. Но чаще всего он просто красивая музыка. Если посмотреть на инструменты, которые помогают это сделать, можно слайдшоу и в PowerPoint опять-таки сделать, повторюсь. Можно какие-то другие программы привлечь, которые у вас есть. Я покажу парочку онлайн-сервисов, которые в настоящее время работают. И, в общем, работают неплохо. И в бесплатном тарифе дают возможности неплохие. Начнем мы вот с этого инструмента. Называется он Anemota. Это сервис для создания слайдшоу. Качество видеороликов 720. Правда, там будет водяной знак. Он справа будет внизу. Но если вы ссылочку откроете, то увидите. Это моя собственная работа, которую я вам в качестве примера предлагаю. Но при всем при этом у этого сервиса нет ограничений по количеству создаваемых работ, по продолжительности видеороликов. Видео скачать нельзя, но можно закачать его на YouTube. Если у вас есть свой канал на YouTube, вы с YouTube потом совершенно спокойно можете его к себе сохранить на компьютер. Сервис предлагает шаблоны. Но поскольку он такой не образовательный сервис, а больше такой, знаете, для развлечения, то есть здесь шаблоны соответствующие. Там свадебный альбом, какой-то праздник, день рождения. Вот такие варианты. Можно взять, конечно, что-то из предложенных шаблонов. Причем здесь видео разных форматов. Здесь может быть и обычное, стандартное. Здесь есть шаблоны квадратные для социальных сетей и вертикальные для мобильных устройств. Ну вот на экране тут видно всякие разные разновидности. Так что можно пощелкать, посмотреть. В шаблонах уже есть какие-то слайды, на которые нам просто нужно будет добавлять свой контент. Быстренько. Хотя даже если мы начнем работать с нуля, даже здесь особых проблем в азиту не должно. Это все будет просто. Итак, ну допустим, вот я решила с нуля начать. Мне тут же дают какой-то чистый слайд, на который я буду наносить информацию. Здесь есть, во-первых, медиабиблиотека, сток, то, что бесплатно. Здесь есть какие-то небольшие видеозаставочки, видеоролики, картинки, фотографии. Можно там что-то поискать. Ну, а так загружаем все, конечно, со своего компьютера. Тогда идем во вкладку Project и начинаем загружать сюда. Все, что посчитаем нужным, все, что захотим добавить на это слайдшоп. У каждого слайда есть три кнопочки. Вот они, по вертикали. Первая позволяет поменять шаблон слайда. Сейчас у нас слайд, на который наносится фотография или какое-то видео. Если мы хотим, чтобы здесь был еще и текст, то нам нужно менять шаблон. Для этого нужна вот эта кнопка. Дальше. Эта скапелька, я думаю, вы догадались, она для заливки фона. Заливаем фон каким-то цветом. Ну и кнопка Т добавляет текст непосредственно. Давайте посмотрим на шаблончики, что нам предлагается. Шаблоны тут разные, довольно симпатичные. Они рассортированы по трем категориям. Шаблоны, где только медиа, но только фотографии, причем разные. Побольше, поменьше, в кружочке, в квадратике, одна, две, три и так далее. Дальше. Только текст. Там тоже будут разные вариации. Ну и совместное творчество, медиа плюс текст. В качестве медиа используем фотографии и маленькие видеонарезочки. Там буквально несколько секунд. Есть еще опция Burst. Это такое, когда вы загружаете сразу целую пачку фотографий, что называется, и сервис, потом из них что-то красивое будет вам автоматически делать. Специальная опция такая тоже присутствует. Щелкаем по кнопочкам, выбираем нужный нам шаблон, загружаем туда свои медиафайлы, пишем тексты и получаем уже посредственную заготовку для слайд-шоу. На что еще хочу обратить внимание. На перелистывание слайдов. Вот здесь внизу время каждого слайда. По умолчанию 3 секунды. Увеличиваем знаком плюс, уменьшаем знаком минус. Новый слайд добавляем через кнопочку плюсик. И вот так слайд за слайдом раскладываем наше содержимое. И работаем мы это во вкладке «Дизайн». Ну, а дальше пошли просто по вкладочкам. Здесь еще их две осталось. «Музыка» и «Формат». Давайте с музыки начнем. Что касается музыки. Даже, может быть, и не нужно загружать свои аудиофайлы, потому что здесь большая библиотека. Она рассортирована по жанрам, по настроениям. Внутри, если щелкнуть по вот этим категориям, можно получить целый список треков. Щелкаем два раза по треку, он появляется у нас здесь. И мы можем тут же послушать, как это все будет выглядеть вместе со слайдами. Если ни один нам не подходит, для этого есть вкладка «Ваша музыка». Сюда мы загружаем нужные нам аудиофайлы. И точно так же щелкаем, они появляются здесь. Музыка добавлена. Следующий этап – это выбор формата. Здесь три вариации. Это квадратный, прямоугольный и вертикальный. Выбираем, какой нам больше нравится. Для Ютуба вот такой стандартный, а для социальных сетей квадратный или вертикальный. Ну и, соответственно, в зависимости от того, какой мы формат выбрали, наше видео перестроится в нужное русло, что называется. Все готово. Теперь можно ждать, когда все это сформатируется. Вот ждем какое-то время. И смотрим, что здесь можно получить. Ссылку через кнопку «Ш» закачать на Ютуб. Даунлод будет неактивно, потому что это платная опция. Когда-то у этого сервиса был вот такой скромный водяной знак вправо вверху, но в последнее время они переместили вот сюда его. Занимает он достаточно много времени. Зато на выходе получаем качество 720, очень неплохое. И само слайд-шоу будет занимать создание 20-30 минут, если у вас все под рукой уже есть. В качестве музыкального сопровождения вы можете закачать свой голос. Но звуковая дорожка только одна. Либо голос, либо музыка. Поэтому здесь больше сервис подходит для создания именно вот таких музыкальных слайд-шоу самой разнообразной тематики. Можно обложки книг туда запустить, можно там виды красивые какие-то и так далее. В общем, все что угодно. Под музыку можно с помощью этого сервиса «Анимота». Если нам чуть-чуть побольше нужно возможностей, то вот еще можно обратить внимание на сервис Lumen5. Одно время он очень был популярен, и в социальных сетях много видеороликов можно найти, созданных с его помощью. Я вам парочку ссылок сейчас отправлю в чат. Давайте на них посмотрим. Итак, что умеет этот сервис? Ну, примерно то же самое, что и предыдущий. Он умеет создавать видеоролики на основе слайдов, где мы размещаем тексты, картинки, небольшие видеозаставки и гиф-анимацию. Дополнительные есть возможности. Можно анимировать объекты, то есть они будут появляться красивым образом. И есть возможность подключить веб-камеру, сделать запись с веб-камеры и вставить это внутрь видеоролика. Ну, давайте по порядку. На первом этапе у нас есть небольшой выбор шаблонов. Они разные. Есть посимпатичнее, есть не очень. Можно пощелкать, посмотреть. Можно тоже так же начать с нуля, с пустого шаблона и там уже экспериментировать. Сервис очень интересный. Он дает такую необычную возможность. Если у вас есть какая-то статья, допустим, в блоге, на сайте, вы можете на основе этой статьи создать свой видеоролик, особенно если в ней есть картинки. Как это работает? Вы берете ссылку на вашу статью в блоге или на сайте. Вот сюда вставляем. Эта вкладка называется «Стори». Вставляем сюда ссылочку, нажимаем на «Импорт». Что делает сервис? Сервис из статьи забирает картинки, забирает тексты, определяет ключевые слова. И вот эти ключевые слова и картинки он размещает на слайдах. В качестве ключевых слов он обязательно возьмет все ваши заголовки и подзаголовки, которые есть внутри статьи, плюс частотные слова, и те, которые, на его взгляд, являются важными. Ну вот, например, я взяла просто какую-то рандомную статью. Вот так он мне ее отобразил, а синеньким он мне выделил, на его взгляд, ключевые слова. И вот он их раскидал по слайдам. Картинки взял у меня из статьи, но если картинок маловато, он подключает в свою библиотеку и с помощью своего искусственного интеллекта подходящие картинки подбирает. Они, может быть, не всегда подходящие, но их можно отредактировать. Вот здесь есть набор инструментов, которые позволяют настроить переход между слайдами. Здесь тоже по умолчанию 3 секунды стоит. Можем увеличить или уменьшить. Можем выбрать другой шаблон, layout, и можем поменять содержимое. Так что все это редактируется. Зато получается очень оригинально. Я вам ссылочку отправила, которая сейчас в чате стоит посрединке. Это как раз ссылка на видео про библиоквесты. Я когда-то писала статью на эту тему, и вот из статьи сделала видеоролик. Вот так у меня получилось. Там я немножко добавила картинок из библиотеки, но и взяла свои тоже. Ну и стандартный, конечно, вариант. Если у нас статей нет, то есть просто большое количество фотографий, из которых мы хотим создать нечто. За это войдем во вкладку «Медиа». И загружаем их. Создаем слайды. Ну, допустим, я выбрала уже какой-то шаблон, вот такой он у меня. А дальше остается только загрузить необходимые медиафайлы, и просто мышкой их перемещаем на нужные слайды. Открывается тут же вкладка «Библиотека». В библиотеке есть видео, как мы видим, есть фотографии, есть гиф-анимация. Точно так же с библиотекой мышкой мы на слайды перекидываем то, что нам необходимо. Тексты редактируем. Все это возможно. Новые слайды добавляем через значок «плюсик». Здесь же есть кнопочки для копирования каждого слайда. Можно откопировать сразу десяток, а потом их дополнять контентом. Дополнительно, я уже сказала, здесь у нас настраивается переход между слайдами. Здесь у нас дизайн слайда настраивается. И здесь еще можно цветовую гамму поменять. Если вы выбрали какой-то шаблон, его можно перекрасить. По умолчанию он синий, можно перекрасить любой другой. Вот таким образом слайд за слайдом мы здесь создаем. Здесь точно такие же примерно кнопочки, как и в предыдущем сервисе, из которых мы будем собирать наш слайдшоу. Единственная платная опция – это «Icons». Вот эта вот кнопка, она здесь не активная. Это «Иконки». Ну, мы без иконок, я думаю, как-нибудь переживем. После того, как мы настроили переходы, добавили слайды, все там красивенько написали, нарисовали, дальше переходим в раздел «Музыка». Ну, вот поближе покажу вам еще раз. Может быть, на тех слайдах не очень хорошо было видно. Вот я укрупнила все то же самое. Текст. Здесь не очень много для редактирования текста инструментов. Можно сделать заливку к нему применить, фон поменять, шрифт, и сделать поменьше, побольше чуть-чуть. Ну, вот. Очень стандартный, очень небольшой наборчик. Давайте посмотрим еще на одну опцию. Это в опции анимации. Я уже говорила, что можно анимировать объекты. Любой объект. Щелкаем по нему. В выплывающем меню выбираем опцию анимация. Ну, а дальше смотрим. Тут не очень большой набор анимаций, но можно использовать. Чаще всего применяют их к картинкам. Увеличение, уменьшение. Выпрыгивает он справа, слева, там, вверх-вниз прыгает и так далее. Можно таким образом еще немножко оживить наши слайд-шоу с помощью анимации. Солнышко позволяет немножко осветлить или затемнить фотографии, такие фильтры. Ну, и плюс можно еще и обрезать тут же прямо внутри слайд-шоу. Что касается музыки. Музыка здесь тоже есть. Большая библиотека. Почти все здесь бесплатное. По крайней мере, я до платных просто не добралась. Я листала эту огромную библиотеку и так и не долисталась. Может быть, ее даже платной здесь и нет. Есть функция Uploads. Можно загрузить свои аудиофайлы, если хотим. Плюс здесь можно использовать две аудиодорожки. Первая у нас будет музыка, а вторая будет запись собственного голоса. Вот здесь слайд-шоу можно озвучить, подключив микрофон. Нажимаем на кнопку Record. И, собственно говоря, каждому слайду записываем свою озвучку. Они прикрепляются автоматически с музыкой, как-то синхронизируются более-менее. И на выходе должно получиться неплохо. В разделе Style мы можем перекрасить сразу всю презентацию. Выбрать стилевое оформление. Вот это текущее, а вот это варианты, которые предлагаются. Бесплатно здесь немного, 5 по литр. Ну, и еще формат. Точно так же, как и в предыдущем сервисе, можно выбрать горизонтальный, квадратный, вертикальный и для истории, для социальных сетей. Как только мы выбрали формат, наша история тоже перестроится в нужном формате. Что появилось здесь новенького? Здесь появилась новая опция, называется добавление голосовых сцен. Что это такое? Я перевела на русский, потому что сервис англоязычный. Чтобы было понятнее, я просто Google-переводчиком перевела это все на русский язык. Мы создаем слайд, на котором можем записать себя любимого. В формате говорящей головы. То есть было у нас слайд-шоу, переходит им к неожиданно какому-то слайду, там появляемся мы и что-то начинаем говорить. Для этого подключаем веб-камеру, подключаем микрофон, создаем слайд и прямо здесь, на этом слайде, начинаем запись через кнопку «Рекорд». Дополнительно к этому видео, которое мы записали с веб-камеры, можем добавить субтитры вверху или внизу, там где заходим. Нижние титры, верхние, выноски, добавить какие-то появляющиеся надписи, которые нам помогают. Ну вот как-то примерно так, чтобы это выглядело. Может быть, она не такая прям полезная опция, она сейчас в режиме бета-тестирования проходит в этом сервисе, но вдруг вам захочется экспериментов. Так что вот такая возможность добавления голосовых сцен здесь появилась совсем недавно. Можно попробовать. В целом сервис неплох, он довольно понятный и довольно простой, за исключением пока вот этих голосовых сцен, которые мне не совсем понятно, как работают. Ну, со временем, думаю, разберусь. Ну, а в целом на выходе мы получаем готовый видеоролик. Его можно скачать в формате 720, в качестве 720 и получить ссылку на него. Здесь нет экспорта на YouTube, но вы можете скачать себе на компьютер и дальше распоряжаться так, как захотите. Сервис изначально был ориентирован на создание контента для социальных сетей. И очень хорошо, что у него нет ограничений ни по длительности, ни по количеству работ. Водяной знак будет в углу. Сейчас он, по-моему, вправо внизу переехал, этот водяной знак. Ну, вот такой вот значочек. Но он такой не очень навязчивый, поэтому можно пренебречь. А в целом получаются вполне себе симпатичные продукты с его помощью. Ну, и переходим к самому такому большому жанру, жанру буктрейлеров. О них можно, конечно, рассказывать много и долго. Я не буду занимать ваше время, не просто бегло вам напомню, что буктрейлеры – это небольшие видеоролики, посвященные рекламе какой-то книги. Появились они достаточно давно. Ну, в России начали их создавать, начиная с 2005 года, то есть уже почти 17 лет. Они у нас работают и создаются, и проводятся разные фестивали, буктрейлеры и буктрейлеров. И был всероссийский конкурс буктрейлеров в 2012-2015 годах. К сожалению, сайт хотела вам показать этого конкурса. Там очень много хороших работ. Его закрыли. Увы, не показать. Поэтому показываю вам вот все, что осталось из доступного. Первая ссылочка, которую я отправила, это все, с чего начиналось. Это первый буктрейлер, снятый профессионалами по книге «Псоглавцы» Алексея Маврина. Там буктрейлер был снят как драматический фильм с актерами, с каким-то сюжетом. Огромное количество денег на это ушло. Но в итоге книга в прокате так и не окупилась. Одно время создавали очень много издательств «Эксмо» по своим книгам буктрейлеры. Ну вот я один нашла в интернете «Холод» называется. Можно посмотреть, как это у профессионалов. А так сейчас буктрейлеры стали снимать не только профессиональные видеостудии, но в огромном количестве библиотекарей, прежде всего, учителя, литературы в том числе. Много проводится разных творческих конкурсов по этой тематике. Так что наверняка вы где-то принимали участие. И лучше меня знаете, как все это устроено. Все буктрейлеры проходят определенную классификацию. Это уже я из всякой полезной литературы узнала о том, что буктрейлеры можно классифицировать по форме и по содержанию. По форме они бывают игровые и неигровые. Но игровые – это вот как «Псоглавцы». То есть есть какие-то актеры, которые играют какие-то сценки из этой книги, например. Ну вот еще примерчик «451 по Фаренгейту». Мне очень нравится это видео. Поэтому я его вести, продвигаю. Но это, конечно, сложно. Если у вас нет какой-то видеостудии, и вы не владеете навыками видеосъемки, то, может быть, и замахиваться на это не стоит. Можно попробовать неигровой. Вот это более нам знакомый жанр, когда мы берем какие-то слайды, фотографии, может быть, видеонарезки, из них создаем нечто в виде буктрейлера. Ну, еще можно анимацию подключить. Опять-таки, есть в студии анимации, в библиотеках, в учебных заведениях. Можно с помощью программ различных создавать анимацию. Ну, вот примерчик. Вот, пожалуйста, «Алиса в стране чудес». Ссылочка. По содержанию буктрейлеры тоже бывают разные. Бывают просто, где пересказывается содержание. Они называются повествовательные. Тут главное не увлечься и не пересказать все до самого конца. Тогда смысла в чтении уже не будет в книге. Но это стандартный вариант. Чаще всего идут по этому пути, потому что он самый простой. Ну, вот, если хотите, ссылочка вот. Ссылки, они внутри презентации. Так что, если у вас что-то не откроется и не посмотрится, то ничего страшного. Презентацию скачайте, там все эти ссылки есть. И более сложный вариант – атмосферное. Когда мы не столько пересказываем сюжет, сколько передаем атмосферу книге. Разными способами. Видео, аудио помогает атмосферу передать. Какие-то цитаты из книги, может быть. Ну, в общем, вот такой вариант. Оставь его в «Пастуха-пастушка». Ну, и самый сложный вариант – концептуальный. Когда мы идем от автора, говорим, какую концепцию он хотел в своей книге передать, что он хотел. В общем, что хотел сказать автор, что называется. Не для всех книг этот вариант подходит. Ну, вот, «Паримарк. Триумфальная арка». Пример для этого. Это, конечно, все условно на самом деле. Потому что в одном буктрейлере можно сразу сочетать все, что угодно. И анимацию, и атмосферу, и повествование. И это будет все правильно. Главное – соблюсти некоторые правила. Ну, что, из каких частей можно составить буктрейлер, из каких кубиков. Это, прежде всего, текст, который у нас по-разному может прозвучать в кадре, может быть, за кадром его будут читать, может быть, он появится в виде цитат на экране. Дальше. Это изображения разные. Может быть, какие-то подходящие по тематике. Может быть, отсканированные картинки из книги. Фотография автора. Иллюстрации к книге. Все может быть. Дальше. Видео. Видеонарезки. Может быть, там фрагмент какой-то видеопостановки. Может быть, просто какой-то футаж. Ну, это такое видео, которое передает атмосферу. В общем, видеоролики. Повторюсь, озвучка. Это может быть либо текст из книги, либо просто рассказ о книге, которая звучит за кадром. Но чаще всего буктрейлеры, проще всего, делают без озвучки, просто с помощью фоновой музыки. А на экране появляются цитаты из книг. Вот это самый простой вариант. Музыка вместе с цитатами и картинками. Посмотрела я требования, которые предъявляют к буктрейлерам. Вот они сейчас перед вами на экране. Основные, кроме авторского права, о котором мы уже говорили, продолжительность буктрейлера примерно от 1 до 3 минут. У всех по-разному в разных конкурсах. Стиль, единый стиль буктрейлера. То есть, если мы берем картинки в каком-то определенном стиле, то выдерживаем его до конца. Если пересказываем содержание, то не убиваем интригу. Если у нас видео, то желательно, чтобы оно было в хорошем качестве. Это касается не только видео, но и картинок, аудио. Если у нас озвучка, то без шума, без дополнительных каких-то шумовых эффектов, которые мешают восприятию. Ну, а отдельное внимание уделяется шрифту, потому что на экране не все шрифты хорошо читаются. Это какие-нибудь готические рукописные, к сожалению, могут неправильно отображаться, либо с трудом читаться. И еще важно, чтобы они были не очень мелкие. Конечно, понятно желание уместить как можно больше на слайд, но чем мельче шрифт, тем сложнее его читать, к сожалению. Ну, когда все это у нас соблюдено, получается красота, конечно же. Теперь, как эту красоту создать? Здесь нам понадобятся разные виды программ, поскольку вот так вот онлайн-сервисов для создания видео, как таковых, после того, как Canva ушла с нашего рынка, вот так ты особо и не за что зацепиться. Поэтому сейчас я просто вам расскажу о некоторых программах, буквально так, пунктирно, потому что понятно, о каждой программе можно целый вебинар рассказывать. Просто напомню, что есть у нас в ассортименте, и что сейчас доступно, потому что эта информация сейчас актуальна. Программы приходят, уходят, исчезают. Ну, начнем с того, что есть на компьютере. Если у нас Windows установлено, можно поискать что-то из этого. Movie Maker или киностудия Windows Live. Это вариант для начинающих. Я с него когда-то тоже начинала. Могу вам даже показывать свой видеоролик, который я пыталась, ну, как пыталась, я его создала с помощью этой программы. Ну, вот, пожалуйста. Фотографии, плакатная книга по этой книге я создавала. Вот это сделано в Movie Maker. Оно, вот это вот программное оборудование, оно очень простое. Здесь очень все понятно на русском языке. Для начала мы нажимаем на вот эту кнопочку или вот на эту кнопочку и добавляем фотографии, видеоролики, все, что нужно. Вот. Они будут у нас здесь выстраиваться на нашей ленте. Вот с правой стороны. А на экране мы будем видеть текущий слайд, текущий фрагмент, с которым будем работать непосредственно. Их можно, естественно, менять местами. Их можно резать. Допустим, у нас есть какой-то видеофайл, который слишком длинный, мы хотим что-то из него вырезать. Есть раздел, который называется «Правка». Там мы запускаем видеоролик, ставим на паузу, нажимаем на кнопку «Разделить». И у нас видео разрезано уже на две части. Едем дальше. В нужный момент опять ставим на паузу, опять делим. И получается уже три фрагмента. Допустим, средний нужно удалить. Щелкаем по нему и нажимаем на кнопочку «Удалить». Все очень просто здесь решается. И вот таким образом мы выстраиваем на ленте времени нужный нам порядок. Дальше нам нужно добавить музыку, например. Через одноименную кнопку музыку можно добавить прямо сначала и на все видео. Либо можно добавить музыку с текущего момента. Это полезно, если у вас несколько аудиофайлов. Сначала звучит один, потом в нужный момент подключаем второй. В этой программе только одна аудиодорожка и одна видеодорожка. То есть, если нам нужно несколько аудиофайлов друг на друга наслоить или чтобы одно видео накладывалось на другое, то, к сожалению, это не тот вариант. Придется искать какую-то другую программу. Здесь линейный монтаж, то есть по линейке все выстроится. Дополнительно. Здесь есть возможность добавить видео с веб-камеры. Вдруг захочется. Вот она такая кнопочка есть. И вот эти три кнопки добавляют титры, то есть надписи. MovieMaker – это же киностудия Windows Live. Это одно и то же. Только они немножко интерфейсом отличаются, а так это просто два названия одной и той же программы, по сути. Вот эти кнопочки три, они добавляют титры. В начале, в конце и прямо поверх экрана. Ну вот поближе вот они. Таким образом расположены. Это в начале слайда фильма, то есть там, допустим, можно написать название. Это прямо поверх слайда, ну а это в конце, титры в конце. Вот, например, в начале фильма я хочу вписать его название. Ну вот сюда я, например, хотела его. Это будет как название раздела у меня. Вот я создала вот этот вот такой слайд, его можно перекрасить. Вот есть для этого цвет фона, он черный, захочу, делаю каким-то другим. Вот редактирую текст через кнопочку. Ну а вот здесь различные красивые эффекты для текста, как он будет появляться сверху, снизу, там, с пузырьками и тому подобное. Длительность показа этого текста тоже регулируется. В общем, здесь все довольно просто сделано, незатейливо, но все функционально, все работает. Какую черную рамку? Вы имеете в виду вот эту вот? Это через цвет фона. По умолчанию почему-то выдает черное. Если мы захотим перекрасить фон, вот для этого есть кнопочка цвет фона. Там перекрашиваем в любой цвет, какой нам захочется. Ну и текст, естественно, можно там шрифт менять, жирность. Тут, в общем, редактор неплохой для этого. Вот таким образом мы создаем вот по линейке наш видеоролик. На выходе дополнительные еще опции, назову вам, визуальные эффекты позволяют немножко осветлить видео, добавить ему яркости, перекрасить. Ну, по сути, это как фильтры. Сепия, черно-белое, такое-сякое. В общем, выбираем тут из вариантов и смотрим, что получится в итоге. Ну и раздел анимация тут присутствует. Она позволяет добавлять переходы между слайдами красивые. То есть не просто, чтобы обрубался слайд и начинался следующий, а красиво один в другой перетекал. Щелкаем в том месте, где нужно добавить переход, и нажимаем анимацию, выбираем из списка все, что нам понравится. На выходе сохраняем фильм. Он скачивается у нас на компьютер в хорошем качестве, в хорошем формате. Все остается только делиться в социальных сетях или на ютубе его разместить и так далее. Есть небольшая хитрость. У меня вот, если вы видео открывали про блокадную книгу, у меня там метроном и музыка идет параллельно. Хотя я говорила, что только одна аудиодорожка. Я пришлось пойти на хитрость. Я сначала сохранила видео с одной дорожкой, просто с музыкой. Потом загрузила этот видеоролик сюда второй раз в эту программу и сверху наложила еще метроном. Так можно, оказывается. Вот такая небольшая хитрость. Разновидность этой программы. Не у всех сейчас есть Movie Maker. Если у вас новенькая компьютерная техника, то этой программы может вообще и не быть, потому что сейчас Windows, по-моему, отказалась от поддержки этой программы. И даже скачать на сайте производителя уже нельзя, даже если очень хочется. Но вы можете поискать программу, которая незатейливо называется «Видеоредактор». Она очень простенькая, она даже еще проще, чем предыдущий. Она больше ориентирована, конечно, на создание слайд-шоу. Хотя видео сюда тоже можно загрузить. Я даже знаю, что некоторые товарищи создавали целые эти видеолекции с помощью этой программы. Здесь все вообще еще проще. Загружаем просто какие-то файлы через кнопочку «Добавить». Вот они. Дальше вот здесь их по ленте времени выстраиваем в нужном порядке. Здесь есть добавление текстов, есть добавление длительности этих самых текстов на экране. Можно движения и 3D-эффекты добавить. Движения – это переходы между слайдами, а 3D-эффекты и фильтры – это всякие красивые фишечки. Там очень есть интересное заснеженное стекло, например, разбитое стекло, какие-то морозные узоры и так далее. Очень интересно. Можно пощелкать и посмотреть. Это применяется в каждом этом слайде. Этот сервис больше всего ориентирован на социальные сети, поэтому ссылку я вам дала на контакт, где мы видео создали с его помощью. Что касается текстов. Тексты здесь очень простецкие. Здесь даже нет редактора как такового. Просто вписываем текст и выбираем вариант его оформления. Все. Ни шрифт, ни жирность, ничего мы здесь не сможем сделать. Просто нужно выбрать из того, что есть. Нахождение на экране регулируется вот этими двумя замечательными маркерами. Двигаем их вправо-влево и выясняем, сколько текст будет появляться на экране, сколько он будет висеть. Вот и все. А дальше мы можем только выбрать, где он будет в центре, внизу, сверху, сбоку и так далее. С одной стороны, вроде как это просто, с другой стороны, особенно тут не разгуляешься. Ну и что еще? Здесь есть еще библиотека музыки. Вот. Это очень хорошо, потому что в предыдущей программе не было. Здесь есть фоновая музыка. Можно из нее выбрать. В общем, достойный там список. И можно, естественно, загрузить свое. Для этого есть кнопочка «Пользовательский звук». То же самое. Здесь только одна аудио и одна видеодорожка, к сожалению. В целом, очень простое программное обеспечение, которое всегда под рукой, всегда можно так вот быстренько, допустим, для социальных сетей, быстро что-то создать. Это хороший вариант. А теперь давайте о посерьезном поговорим. Пошли уже серьезные программы, которые сейчас работают в бесплатном режиме. Говорю сейчас, потому что в любой момент ситуация меняется. Но пока они есть, перечислю. Итак, первое, о ком хотелось бы сказать, это программа VSDC. Бесплатный видеоредактор на русском языке, русифицированный, и скачивается он на сайте разработчика, устанавливается. Это программа с хорошими возможностями, с большими возможностями. Даже бесплатное издание предполагает огромное количество разных опций. В том числе, ну, естественно, там обрезка, удаление шума, я про это даже и не заикаюсь. Здесь можно создавать видео с хромакеем, ну, если вы работаете, то понимаете. Применять разные фильтры, переходы, цветокоррекцию. Есть любое количество аудиодорожек, любое количество видеодорожек. И, в общем, всего хорошего очень-очень много. Самый большой плюс этой программы в том, что она работает на самом слабеньком компьютере. Это важно. Она занимает 50 мегабайт дискового пространства, это для установки нужно. И 256 мегабайт нужно оперативной памяти, чтобы она у вас качественно работала. Вот, теперь о минусах. Вот смотрим, как выглядит рабочее поле. Оно вроде как на русском языке, но, естественно, вам понадобится время, чтобы освоить вот все эти возможности. Здесь есть и готовые какие-то решения, но шаблонов здесь не очень много. Зато здесь очень много разных настроек. Допустим, вот эту картинку. Здесь у меня две видеодорожки. Одна большая, вторая картинка с изображением книги. И я могу редактировать эту и другую видеодорожку, применять разные эффекты, появление, анимация на экране. Все это настраивается. Вот тут есть целый блок настроек. Двигая вот эти маркеры, ползунки, мы можем как-то редактировать это все. Плюс сверху разные полезные инструменты. Тексты добавляются точно так же поверх. В общем, возможностей много. Тут можно целый день перечислять, что умеет эта программа. Единственный ее недостаток в том, что вам потребуется большое количество времени для ее освоения. Обучалка есть. Ну и в интернете вы можете найти огромное количество обучающих материалов. Она, да, она, конечно, отличная, бесплатная. Но, как и во всех программах серьезных, придется потратиться в плане времени на освоение. Хотя что-то простенькое вот из двух слайдиков можно, в общем, сделать и сразу. Еще один вариант. Давид Черезов. Это уже профессиональная программа для тех, кто любит посложнее. У меня даже примера нет, потому что она не такая популярная в библиотечной среде. Просто расскажу, что она все то же самое умеет, что и предыдущие ораторы. Но и возможностей у нее еще больше. Она умеет стабилизировать видео. Даже восстанавливать поврежденные части видеороликов. Более 20 форматов видео поддерживается. Есть возможность создавать скринкасты. Тут же, прямо внутри этой программы, 70 эффектов перехода, изменения скорости воспроизведения, катрирования, переворот видео в обратном порядке. В общем, чего здесь только нет. Она, естественно, на английском языке. Это вообще профессиональная программа. Ее можно скачать в базовой версии в бесплатном режиме. Она предлагает базовый набор. Но даже этого базового набора вот слегка и хватит, честное слово. Здесь тоже много аудиодорожек можно добавлять, много видео. И, в общем, все отлично. Но требуется хорошая техника, естественно, для этой программки. Она требует оперативную память не менее 2 гигабайт. И 16 гигов для того, чтобы ее только установить. Вот в такую красоту. Ну, вдруг вам понадобится что-нибудь. Вот, пожалуйста. Из профессиональных это единственная на сегодняшний момент, которая осталась бесплатной. Ну, у которой есть хорошая бесплатная версия, скажем так. Далее. Что еще можно посоветовать? Вот такая есть программа. Называется OpenShot Portable. Это простой видеоредактор. Он похож чем-то на Windows. Ну, вот лента времени, вот медиа-библиотека. Мы просто вот мышкой сюда на ленту времени добавляем. Здесь мы видим, что можно добавить несколько дорожек, несколько аудио, несколько видео. Вот у меня здесь англоязычный сервис. Есть русификация. Можно перевести на русский. В общем, она умеет, весь основной функционал, она им владеет. Переходы, разрезать, склеить, создать заголовки, громкости, звука, многое-многое другое. Хромакея, по-моему, не умеет только. Но он особо и не нужен, если мы начинающие пользователи. Чем хороша эта программа, кроме того, что она бесплатная, она умеет работать на флешке. Если у вас нет возможности работать на компьютере, устанавливать там какие-то свои программы, то вот это так называемый карманный видеоредактор. Скачиваете ее на флешку. Она весит 130 мегабайт. И дальше подключаете эту флешку к компьютеру, открываете программу и работаете в ней. Вот в этом ее плюс. И еще одна программа. Называется она Капкат. Капкут ее по-разному. Величают. Вообще, это была программа изначально для мобильных устройств. Для ТикТока в частности. Она использовалась в огромных масштабах. Сейчас, к сожалению, она недоступна. Я сегодня проверяла. Ни на сайте производителя ее нельзя скачать, ни в Google. Господи, как он называется? В общем, магазин Google. Там тоже она закрыта. Но я ее скачала. Она доступна. Если у вас есть Microsoft, если у вас есть Microsoft 100, магазин Microsoft, он открывается через кнопочку вот эту вот, которая у нас слева внизу, «Пуск». Открываем там список возможностей и смотрим вот Microsoft 100. Ищем там магазин. Вот этот вот бесплатный. Оттуда я ее скачала, установила. Она работает. В общем, даже все неплохо у нее. Она в очень хорошем функционале. Тут можно отзывы про нее почитать. 4, 6 вполне себе хорошие. Она очень простая. Не смотрите, что она вот такая вот немножко заморочистая. Здесь все достаточно просто. Тут есть библиотека, так называется library. И внутри этой библиотеки огромное количество шаблонов. Всяких разных. Вот это шаблоны для текста я открыла. Ну так просто, наугад. А здесь есть еще шаблоны с аудиофайлами, с музыкой. То есть есть картинки, иконки, переходы между слайдами, фильтры разные, настройки. Делается это так. Берем любой шаблон, перетаскиваем ее на ленту времени. Допустим, вот я взяла текст сюда, перетащила, вот он вверху появился. Два видео, перенесла их, чтобы одно поверх другого было. Вот аудио дорожки. И еще, если я еще буду добавлять файлы, я их могу все ниже, ниже, ниже мастить. И они прям вдруг поверх друга будут находиться. Здесь смотрим, выбираем, здесь все по категориям рассортировано. Единственное, что она на английском. Ее не русифицировали. Если вам попадется скачать на русском языке, то нет. Это фейк. Таких программ нет на русском языке. Только вот в таком роде. Но здесь у нас в центре то, что мы редактируем. А это небольшие настройки для каждого элемента. В общем, неплохая программа. Она мне понравилась. Много места на компьютере не занимает. Более того, когда она скачивается, она сразу тестирует ваш компьютер. Потянете вы ее или не потянете. Ролики получаются чудесные. Это точно. Если вы успели скачать ее к себе на смартфон, то со смартфоном тоже можно здорово работать. Сейчас она, повторюсь, для скачивания на смартфоны недоступна. Ну, по крайней мере, через Google у меня не получилось. А вот на компьютер скачать можно все еще. И с ней работать на компьютере тоже. Нам тут в чате накидали еще несколько полезной информации. Например, про шоткап я не знала. Посмотрю. Еще я хотела рассказать про программу для смартфонов. Называется она InShot. Может быть, слышали. Но она тоже сейчас недоступна. Если вы скачали и пользуетесь, то замечательно. А вот те, кто захочет, например, я, у меня такого не получилось. Если вы хотите мое личное мнение, чем я пользуюсь, то я пользуюсь вот этой программой. Она платная. Я ее приобрела. Да, вот за такую сумму. Вот за эту сумму я ее приобрела. Но на сегодняшний момент это актуальная цена. Уже два года ей пользуюсь. Все видеоролики, которые я создаю, сейчас я работаю с ней. Во-первых, она немного места занимает. Мовави она называется, если что. Работает на любых компьютерах. Ну вот, пожалуйста, мой первый видеоролик. Я в ней потыкалась, немножко разобралась. Она очень простая для освоения. Там есть разные красивые всякие штучки. Если вы, например, блог какой-то, видеоблог ведете, то там можно разные красивые эффекты себе прикупить дополнительно к этой программе. Вот она, что называется, интуитивно понятная. Вот здесь можно много видеодорожек и аудиодорожек. Здесь есть шаблоны. Вот это, например, музыкальные шаблоны. Такие же есть для фона, для фотографий. Точно так же мышкой вытаскиваем на ленту времени, расставляем. Можно обрезать, фильтры применять, все что угодно. Вот так вот красиво все в итоге получается. Она очень простая для освоения. Но единственное, что может быть цена может остановить. Вы знаете, хороших вариантов с такой ценой мы вряд ли где встретим. Она российского производства, поэтому это тоже сейчас немаловажно. Поддерживает все шрифты, видео, аудио, стабилизация, титры, переходы, хромаке и многое-многое другое. Одно время у Movavi была учебная программа, то есть можно было заявку от учебного заведения послать и давать лицензию бесплатную. Сейчас я не проверяла, работает ли эта программа у них сейчас. Но есть программа для преподавателей и студентов. Присылаешь справку о том, что ты учишься или преподаешь, и тебе за полцены ее продают. Вот так. Да, обновление дешевое. Кроме того, у меня бессрочная версия. То есть я 2,5 тысячи заплатила, и все, она теперь навсегда со мной. Есть возможность скачать пробную версию на 7 дней, она будет с водяным знаком, но вы можете попробовать, вдруг понравится, и тогда уже приобретете. Сейчас, кстати, у них скидки всегда под Новый год. Такая история с ними. Ладно, не буду больше их рекламировать. Теперь давайте вкратце просто поговорим об авторском праве. Буквально несколько слов. Ой, Sony Vegas Pro, да, хвалили. Но сейчас вы понимаете, что все это недоступно для скачивания. Pinnacle Studio и Sony Vegas Pro сейчас закрыты для российского пользователя. Хотя Sony Vegas Pro, она хорошая программа. Я создавала видеоролик. Правда, времени потратила на создание довольно много, пока разобралась, что к чему. Можно было ее раньше скачать и пользоваться целый месяц бесплатно. Вот, с водяным знаком она, правда, была, но он такой был почти незаметный. Вот, сейчас я их убрала из обзора, потому что, ну, какой смысл о них рассказывать, если мы все равно не сможем их попробовать. Давайте про авторское право. Я уже сказала, что оно касается картинок и аудио и видео. Особенно жестко, если вы планируете на YouTube размещать свои видеоролики. Вот, особенно с YouTube часто возникают конфликты. Не первый раз пользователи рассказывают с Ранкиной страшные истории, что с ними было на YouTube. Как этого избежать? Ну, во-первых, что касается картинок. Вот с картинками проще всего, их реже всего банят за картинки. Ну, хотя вы можете вступить в конфликт с фотографами, если вдруг возьмете без спроса что-то не свое. Вот, пожалуйста, библиотека бесплатных фотостоков. Но, вы знаете, это надо проверять, потому что мы знаем на примере Pixels и Pixabay, что они закрылись. Вот, поэтому вот ссылочку я вам даю на бесплатные фотостоки, а вы уже сами проверьте, что работает, а что не работает. К сожалению, сейчас без объявления причин просто скрываются сайты и все, и недоступно. Более того, через Google тоже можно найти картинки для некоммерческого использования. Мы вписываем название, что мы можем искать. И в разделе инструменты по лицензии выискиваем лицензию на использование в некоммерческих целях. Вот картинки, их можно использовать без зазрения совести. Что еще? Музыка и звуки. Вот с музыкой и звуками у меня тоже было много разных не очень приятных историй с YouTube. Вот они чаще всего как раз протираются к музыкальным файлам. Даже если мы берем их из бесплатной библиотеки, не всегда мы можем 100% быть готовы к тому, что они пройдут проверку YouTube. Наказания там разные бывают. У меня просто самое страшное было, что сняли просто аудиодорожку всю, и видео стало немым. А бывают истории, когда закрывают каналы. Поэтому здесь очень внимательно. Итак, я вам ссылочку опять кинула. 17 лучших площадок с бесплатной фоновой музыкой. Тоже проверяем, все ли они работают. Вот эти я проверила. Вот которые у меня сейчас слева. Эти все работают. Ну, начинаем с того, что если вы ютубер, то знаете, что есть фонотека YouTube. Она сейчас доступна только тем, у кого свой собственный канал есть. Раньше можно было всем туда ходить, сейчас ее закрыли для внутреннего пользования. Вот она на экране. Здесь они рассортированы треки по настроению, по продолжительности, по жанру. Ну, для буктрейлеров, например, больше всего подходит раздел саундтреки, классика и поп-музыка. Ну, иногда рок. Есть там какие-то этнические, эмбиент вещи. Но это уже на любителя. В общем, можно поискать, начать с этой библиотеки. Не все треки там хороши, но так или иначе поискать можно. Дальше. Вот эти три площадки, они тоже предоставляют архив бесплатных музыкальных файлов. Можно поискать и на них тоже. По поиску, по настроению, по музыке. Там они все отсортированы. И еще два сайта, шумотека и вов-лайбрари, это как раз библиотеки звуков. То есть там шум прибоя, шум листвы, метроном, лай собачки, пишущий карандаш и все-все-все другое. Они оба на русском языке. Более того, вы можете даже там заявку оставить в той же шумотеке, например, если не нашли то, чего надо. Например, допустим, что-то экзотическое. Можете написать заявку, вполне возможно, вам помогут и найдут вам этот звук или запишут его в крайности. Так что вот, пожалуйста, вот такая вот библиотека у меня есть под рукой. Делюсь с вами, если необходимо. Да, можно воспользоваться музыкальным редактором. Если вы немножко разбираетесь в музыке, то есть бесплатные генераторы музыки. Я уже не стала на них останавливаться. У меня будет отдельный вебинар, посвященный аудио. Там уже про это более подробно расскажу. Наверное, и про это тоже. Хотя я не сильно разбираюсь в музыкальных редакторах. Ну да, можно генерировать самостоятельно какие-то мелодии. Есть такие сервисы. И видео. Видеозаставки, стоковое видео, футажи. Ну, это такие, проще говоря, футажи, которые маленькие видеоролики, которые позволяют делать переходы между фрагментами нашего видеофильма. Вот, например, ссылочку отправила, открывающаяся книжка, пример такого футажа. Они могут быть абстрактными, могут быть какие-то фоновые, видовые, красивая природа. Ну, в общем, такие универсальные видео, которые подходят под любой видеоролик. Допустим, у нас какая-то книга о природе, и мы там всякие красивые виды природы пускаем. Наш сайт для скачивания футажей так и называется, futajek.ru. А вот здесь было много разных сайтов со стоковым видео. Как вы видите, осталось два. Это то, что осталось на сегодняшний момент, то, что сейчас открыто для скачивания. Вот, cute stock footage и video. Ссылки актуальны, можно по ним нажимать и смотреть, что там есть в библиотеке. В общем, оттуда можно скачать стоковое видео и тоже использовать его в своих целях. Не забываем про авторское право, которое длится 70 лет. Ну, вот, например, допустим, военная хроника, там, Великой Отечественной войны, совершенно спокойно использовать можно. Она уже не защищена этим авторским правом. И вот, для исторических буктрейлеров тут все хорошо. Вот, с более современной тематикой тут будет уже посложнее. Ну, вот так вот мы вкратце пробежались по основным возможностям, по основным форматам. Естественно, это далеко не все. Вот, рассказала то, что сама умею, то, чем сама пользуюсь. Спасибо за подсказки, за комментарии, за то, что вы принимали участие в диалоге. Возьму на вооружение ваши советы. В следующий раз попробую рассказать о чем-нибудь другом. Если у вас вопросы по аудио, то приходите на вебинар. Он уже в следующем году будет по аудиоформатам, по аудиостудии. Там поговорим про запись аудио, про его редакцию и тому подобные вещи. Не забудьте скачать презентацию, если она вам нужна. Ну, и приходите на мои каналы, в блог, в группу и на канал в Телеграм. Спасибо большое за внимание. Вопросов не увидела, но если появятся, то можно мне написать по электронной почте. Ну, а мы уже увидимся в следующем году. Пользуясь случаем, поздравляю вас с наступающим. Всего вам самого хорошего в новом году. Встретимся уже в январе. Продолжение следует...